В России в зоне риска медицинский персонал психиатрических клиник. Жестокая расправа над двумя медсестрами в Санкт-Петербурге всколыхнула город. Преступники, трое пациентов психиатрического отделения, все трое солдаты. Более того, после убийства им удалось сбежать. Как это случилось и зачем они это сделали, разбирался наш корреспондент Александр Никитин. Медсестре Ольге Гороховой было 53. Жизнь посвятила медицине. Все, на что заработала – небольшая квартира в панельном доме спального района Петербурга. Мы с ней неоднократно и разговаривали, ну просто на свои, на житейские темы, там про детей. Она о моих спрашивала, как она поживает. Очень живая, такая отзывчивая была женщина. Ее коллега, 63-летняя Надежда Иванова, ухаживала за престарелой матерью, заботилась о внуках. Ее, джурившую в отделении психиатрии, 442 окружного госпиталя, в ночь на 12 апреля убили первой. Применением физического насилия напали на дежурную медицинскую сестру Иванову и задушили ее. В частности, в Томске с помощью вафельного полотенца, азиганшин руками. Трое подозреваемых, рядовые, годятся в сыновья своим жертвам. По версии следствия, убивали контрактник Александр Томский и срочник Давид Зиганшин. Курсант первого курса военно-космической академии Степан Доценко якобы только помогал. Участвовал в планировании побега, ключом задушенной медсестры открыл столовую и принес подельникам ножи. В суде во время избрания меры пресечения мать Давида Зиганшина потеряла сознание. До задержания сын успел позвонить ей и сказал, что никого не убивал. Ирина Афанасьева отказывается верить во что-то другое. Если вас будут бить, вы дадите показания? Ну, я бы дала. Я не верю в это. 442-й окружной госпиталь, где все и произошло, находится в самом центре Петербурга. Через дорогу городской глав до Смольного 7 минут пешком. Все трое проходили здесь обследование. У томского врачи предполагали психопатию. Зиганшин еще до армии видел мертвых людей, чего не скрывал от родных и любимой девушки. Как он мне рассказывал, то, что он постоянно видит мертвых, которые за ним ходят. Когда что-то должно плохое произойти, его предупреждали. Последний раз от аварии реально он мог умереть. Я думаю, вы просто в это не поверите. Следствие считает, рядовые собрались дезертировать и пошли на все, лишь бы не служить дальше. Побег и убийства в военном охраняемом учреждении были тщательно спланированы. Попасть в госпиталь или покинуть его территорию официальным путем могут не все. К тому же ночью контрольно-пропускной пункт закрыт. Но есть другой способ. Народная тропа. Она проходит вот здесь, через забор со стороны Суворовского проспекта. И, судя по свежим следам, не зарастает и сейчас. Возможно так, убийцы и оказались на свободе. Ночь провели на даче знакомых, где уговорили молодого человека отвезти их в приграничный Светогорск. Якобы к друзьям. Задержали беглецов пограничники спустя 12 часов с момента преступления, при попытке перейти на финскую сторону. Дерзкое преступление в военном госпитале всколыхнуло профессиональную общественность. В Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом институте имени Бехтерева нам продемонстрировали правила безопасности. Вход принципиально не отличается от входа в другие медицинские отделения. Разве что закрыта дверь и отсутствует ручка, с помощью которой можно нажать и открыть дверь. По закону показывать пациентов в психиатрических отделениях запрещено. Всё время съёмок они находили в своих палатах за шторками. Отсутствие дверей и ручек на окнах. Требования безопасности. Чтобы пациент по собственному желанию не имел возможности открыть. Ещё постоянное наблюдение. На мониторе видно все палаты, места общего пользования и вход в уборную. В любом случае у всех разные состояния. И если это в первую очередь для нас это безопасно, потому что если мы что-то допустим упустим, то в первую очередь пострадаем мы. Заведующее отделением показывают столовую. К завтраку, обеду и ужину пациентам выдают только ложки. Вот нож для хлеба. Вот, пожалуйста, ножи в отделении присутствуют. И только здесь? И только здесь. И напоминаю, что эта комната, она, конечно, к ней нет доступа пациентам. Она закрыта на магнитный ключ и на психиатрический ключ. Учёные защищают свою область медицины. Совсем не факт, что на преступления рядовых толкнуло расстройство психики. Тем более, что следствие увидело в действиях подозреваемых чёткую организацию. Рядовые забрали при побеге личные вещи, документы, сняли с убитой золотой украшения, чтобы продать. У меня почему-то есть уверенность, что их признают вменяемыми на момент совершения преступления. Ну, это моё такое мнение, может быть, я заблуждаюсь. То есть они могли себе отдавать отчёт в своих действиях, руководить ими. Они преследовали определённую цель, которая, как им кажется, их манила к совершению этих преступлений. По совокупности предъявленных обвинений, убийцам медсестёр грозит серьёзный срок, вплоть до пожизненного заключения. Александр Никитин, Роман Ткаченко, Андрей Бесфамильный, Дмитрий Кундряков и Алиса Медведева. Программа «Вместе», Россия, Петербург. Роман Ткаченко, Андрей Бесфамильный, Дмитрий Кундряков и Алиса Медведева. Продолжение следует...